Когда мы идем к Богу, мы знаем, для чего мы воспитываем себя. Воспитывать себя нужно. Но мы знаем, для чего мы воспитываем себя. Мы воспитываем себя, чтобы мы могли познать Бога. Чтобы мы могли быть в единстве с Богом. Чтобы поднести Ему в совершенный сосуд, этот ум и тело познающий. И выразив намерение воспитывать себя, мы должны прилагать ежедневные усилия. Например, если вам не хватает смирения, воспитывайте себя. У вас никто не будет за вас воспитывать. Каждый ведь и так занят уже. У него есть сева, у него есть своя карма, свое самовоспитание. Ему не до вас. Младшим не до вас, потому что у них совсем другая картина мира. Они решают свои кармические проблемы, их много еще. Старшие заняты служением. Не так много людей, которым было бы до вас дело. В общем-то, вы сами один на духовном пути. Гуру не будет принципиально вас воспитывать. Из-за своей жизненной позиции. Имеется в виду прямо. Это не путь Гуру. Прямо воспитывать. Он же не будет ходить с вами. За вами как доводский мастер. И с палкой. Как только ученик отвернулся. Гуру воспитывает, но через лекции, через доступные каналы. Предоставляя ученику где-то свободу в самовоспитании. Потому что он знает, воспитание извне неэффективно. Традиция ситхова – это не воспитание извне. Это обучение самовоспитания. Поэтому Гуру учат самовоспитание. Мне иногда ученики говорили. А я думал, я буду ходить, и мне везде будет говорить. Будь осознанным, не отвлекайся. Что меня так будет постоянно тренировать. Но на духовном пути вот этот метод тренировок, как в боевых искусствах, он не работает. Потому что внешняя тренировка неэффективна. Потому что сам весь духовный путь – это внутренняя тренировка, самовоспитание. Невозможно извне как-то человека натаскать, натренировать. Но можно объяснить, что это важно. Поэтому традиционно передаётся учение, даётся объяснение в расчёте на то, что мы сами воспитываем себя, понимая, как это надо делать. Например, если вам не хватает смирения, вы сами принимаете решение, буду тренировать смирение. И когда есть какая-то ситуация, где ваше эго появляется, вспоминаете, «О, я же тренирую смирение!» Намасте! И вы тренируете до тех пор, пока не чувствуете, что смирение немного зародилось в вашей душе, что теперь это для вас нетрудно. Затем вы смотрите, чего вам ещё не хватает. Терпение. Снова, когда вы попадаете в какие-то ситуации, вы воспитываете в себе терпение. Царь Джанака испытывал святого шоку, который находится в нашей Парампоре, таким образом. Он просто его игнорировал несколько дней. Его не пускали даже за ворот. Представьте, вы приехали в вашу гору, а вас не пускают даже за ворот. Как долго вы могли бы ждать? Сколько бы, через сколько бы ваш ум вскипел? Шука ждал там неполно, неделю может быть. Ему приносили еду, но стражники его не пускали. Притом Шука знал, что царь осведомлён о его прибытии. Это и есть традиция древних мастеров. Джанака хорошо знал, тот, кто обладает реализацией, тот имеет воспитанное терпение. В каком бы он статусе ни был, в чём бы он, с какими бы намерениями, какие бы важные дела у него ни было, он может терпеть. Поэтому есть такая поговорка. Если ты мастер, то ты это легко воспринимешь. Иногда так мастера учеников тоже воспринимаешься. А если ты не мастер, то всё будет сложно очень. И нам нет, как стать такими мастерами самого себя. Стать мастером для других – это особая судьба. Но стать мастером для самого себя – это просто обязанность каждому ученику. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok